Всем привет! За последнее время я протестировал довольно много роботов-пылесосов и могу сказать, что большинство из них действительно помогают поддерживать дом чистоту и порядок. Однако, не все роботы одинаково полезны, а порой встречаются откровенно неудачные модели, все плюсы которых перечеркиваются кривым ПО, глюками и низкой мощностью всасывания. Разумеется, покупать подобные агрегаты бессмысленно, поскольку это пустая трата денег, времени и ваших нервов. Чтобы не пришлось жалеть о бесцельно потраченных средствах, я крайне рекомендую ответственно относиться к выбору пылесоса. Лучше всего со своими обязанностями справляются модели с мощным двигателем и умной системой навигации. Да, стоят они немного дороже, но и результат вы получите гораздо более впечатляющий. Сегодня мы поговорим как раз о таком пылесосе. Знакомьтесь, это Tefal Explorer серия 95. Новая флагманская модель от компании Tefal и по совместительству один из самых технологичных роботов-пылесосов на сегодняшний день. Он оснащен продвинутой системой навигации из камеры лидара, новейшим мотором мощностью 12000 паскаль, а также технологией AquaForce, позволяющей пылесосу одновременно собирать мусор с пола и делать влажную уборку. Богатый функционал и рекордная мощность в сасывании позволяют роботу одинаково хорошо справляться с очисткой абсолютно любого типа покрытий. Неважно, плитка это, ковролин или ламинат. В этом видео мы подробно рассмотрим новинку, протестируем ее возможности в различных режимах работы, а также попробуем разобраться, на что сегодня реально способен современный робот-уборщик. Знакомство с Tefal Explorer серии 95. Начнем, пожалуй, с распаковки. Тут пылесосу есть чем похвастаться, в коробке пользователь найдет зарядную док-станцию с блоком питания, две салфетки из микрофибры разной плотности, конверт с документацией, а также целых три турбощетки, пушистую для мелкой пыли, силиконовую для длинных волос и универсальную щетку Animal из полиуретана с нейлоновой щетиной, лучше всего подходящую для сбора шерсти домашних животных. Чаще всего я использую именно ее, поскольку дома обитает собака, за которой ежедневно необходимо убирать шерсть. К тому же, щетка удобна еще и тем, что волосы наматываются на нее не по всей длине, а только на специальные углубления. Таким образом, ее гораздо легче чистить, используя комплектный гребешок. Производители давно перестали экспериментировать с внешностью умных пылесосов, и новый робот от Tefal не стал исключением. Он выполнен в классическом круглом дизайне с подвижным бампером впереди и видаром на крышке. Основной материал корпуса – практичный матовый пластик, который не заляпывается и не оставляет на себя отпечатков пальца. Правда, пыль на нем все же охотно собирается, так что время от времени устройство придется протирать. В продаже можно встретить черную и белую версии робота. Кнопки управления по традиции расположены в верхней части корпуса, а с их помощью можно включить устройство и отправить его на зарядную станцию. Tefal Explorer Series 95 оснащен интеллектуальной системой навигации, состоящей из лидара и тов-камеры. Эти приспособления помогают ему оценивать расстояние до препятствий и более уверенно ориентироваться в пространстве, аккуратно объезжая предметы, встречающиеся у него на пути. Бюджетные роботы так не умеют. Они передвигаются в буквальном смысле на ощупь, касаясь бампером мебели и стен. В нашем случае устройство видит все препятствия и максимально аккуратно их объезжает. Под капотом у робота находится контейнер для пыли, совмещенный с резервуаром для воды. Резервуар вмещает в себя 220 мл жидкости. Его можно пополнить, отсоединив резиновую заглушку. Отсек для мусора более вместительный, его объем составляет уже 500 мл, и этого вполне достаточно, чтобы полностью убрать большую трехкомнатную квартиру. Хотя тут многое зависит от степени загрязнения пола и наличия домашних животных. В любом случае, если вы запускаете робота каждый день, контейнер вряд ли заполнится целиком после одной уборки. На крышке контейнера находится фильтр тонкой очистки, удерживающий внутри пылесоса аллергены и мелкие частицы пыли. В нижней части устройства мы видим две боковые щетки, центральный отсек для турбощетки и большие колеса, помогающие роботу преодолевать различные преграды. Например, двухсантиметровый порожек устройство переживает достаточно легко, а вот более высокие препятствия уже могут вызвать у него небольшие затруднения. Но самое интересное нас ждет в новом приложении для смартфонов, которое компания Tefal специально разработала для пылесосов 75-й и 95-й серии. Перед первым запуском робота его обязательно надо сконнектить с ним, используя Wi-Fi точку доступа. После того, как вы это сделаете, управлять пылесосом можно будет удаленно из любой точки мира. Процесс соединения максимально прост и не займет много вашего времени, главное пошагово следовать инструкциям на экране смартфона. На главном экране приложения отображается схема помещения, разделенная на комнаты. Здесь же можно выбрать мощность пылесоса, включить автоматическое распознавание ковров и настроить количество подаваемой воды во время влажной уборки. На схеме можно отметить зоны, для каждой из которых настраиваются индивидуальные параметры уборки. Например, плитку на кухне лучше мыть с большим количеством воды, а ламинат в комнате, наоборот, лучше сильно не мочить. Гибкая настройка зоны режимов уборки позволяет учитывать эти моменты. Всего поддерживается пять режимов мощности всасывания и четыре режима подачи воды. Еще на карте можно отметить зону, в которую пылесосу не следует заезжать, например, если там находится миск с водой для вашего питомца, а также зону, в которой можно делать только сухую уборку. После первого запуска робот практически моментально определит границы помещения, нарисует схему и приступит к работе. Приложение умеет строить и сохранять в памяти несколько схем, так что владельцы частных многоэтажных домов наверняка будут довольны. Автоматическая уборка по расписанию, разумеется, тоже поддерживается. Вы можете настроить дни и время, в которые робот будет сам включаться, убирать квартиру, а потом также самостоятельно возвращаться на док-станцию. Это, к слову, одна из моих любимых функций, поскольку пылесос делает все сам, а мне лишь остается раз в день опустошать мусорный контейнер, ну и время от времени промывать фильтр. Из дополнительных функций приложения хотелось бы отметить возможность следить за состоянием расходников, поддержку всех популярных голосовых ассистентов вроде Яндекса, Алиса и Siri, а также режим ручного управления, в котором экран приложения превращается в виртуальный пульт. На практике толку от него немного, но сама по себе возможность довольно забавная. Теперь пару слов о качестве уборки. В начале видео я уже сказал, что мощность всасывания у этой модели составляет рекордные 12 тысяч паскаль, и это в 10 раз больше, чем у большинства недорогих роботов-пылесосов. Как и следовало ожидать, сухой мусор он собирает просто отлично. Пыль, шерсть, волосы, мелкий бытовой мусор и даже собачий корм не вызывает у него абсолютно никаких затруднений. Небольшие лужи на полу ему также вполне по силам, например, если вы пролили сок или кофе, пылесос вытрет образовавшееся пятно без особого труда. А вот с засохшими пятнами дела обстоят несколько хуже и очистить их удается не всегда. Хотя для такой задачи разработчики даже предусмотрели специальный режим – полотер. В нем пылесос перемещается по траектории и елочкой, тем самым проходя несколько раз по одному участку и лучше протирая пол. Ну а в целом убирается робот очень тщательно, объезжая помещение сначала по горизонтали, а затем по вертикали. Система навигации тоже не вызывает вопросов, если на пути встречается какое-то препятствие, робот аккуратно объезжает его, отмечая на карте. Устройство может проработать на одном заряде аккумулятора более трех с половиной часов, и этого времени ему достаточно, чтобы навести порядок в помещении площадью более ста квадратных метров. Если в процессе уборки его аккумулятор разрядится, пылесос сам вернется на док-станцию, восполнит заряд и доделает свою работу. Время полной зарядки аккумулятора около пяти часов. Итак, Tefal Explorer серия 95 получился действительно ультимативным устройством. У него самая высокая мощность всасывания на рынке, за счет которой пылесос отлично справляется с уборкой абсолютно любых покрытий. Плюсов у него огромное количество, но лично я бы выделил интеллектуальную систему навигации, продвинутое приложение с поддержкой многоуровневой картографии, а еще крайне эффективный алгоритм уборки, благодаря которому робот не оставляет после себя необработанных зон. К тому же компания Tefal дается два года гарантии на все свои пылесосы, что, согласитесь, очень круто, поскольку сегодня мало кто из производителей может предложить что-то подобное. Так что, если вы планируете приобрести универсальный и надежный робот-пылесос, Tefal Explorer серия 95 может стать отличным выбором. Ну а на этом мы, пожалуй, закончим. Напоминаю, что вы смотрели geekinside.ru. Увидимся в следующих видео и всем пока! Продолжение следует...